Сколько можно приготовить порции мороженого из одного стакана молока? 10, 10 порций мороженого Друзья, я вас сегодня угощаю вкуснейшим крем-брюле в глазури Будет невероятно вкусно и максимально просто, как все на другой кухне Чтобы у нас получилось настоящее крем-брюле, сначала приготовим карамель 50 граммов сахара отправляем в сотейник и нагреваем И ждем, когда весь сахар расплавится Вот у меня с одной стороны сахар уже начал плавиться сильнее, а по центру вообще не плавится Вот особенность духовки или кастрюли Поэтому можно помешать Вообще обычно карамель не мешает Но мы потом ее все равно будем все растворять, поэтому нам все равно, кристаллизуется она потом или нет В итоге вот такая карамель получается Вот этот кусочек я сняла сейчас с ложки Вы как-то спрашивали, почему не получается карамель, почему вот так сахар не плавится Друзья, это особенность сахара Я пробовала с разными видами сахара В смысле, сахар-то обычный белый, просто производитель разный И в некоторых случаях действительно не получалась карамель, а сахар все равно оставался такими вот кусочками, крупинками Так, вот дождемся до красивого такого насыщенного цвета И теперь добавляем стакан молока У меня стакан 250 миллилитров Ждем, пока сахар на медленном огне растворится Конечно, он сразу застыл Но, тем не менее, молоко, посмотрите, уже сразу окрашивается в такой вот характерный для крем-брюле цвет Пока сахар растворяется, я добавлю еще столовую ложку ванильного сахара У меня натуральная ваниль смолотая в мелкую такую крошку, поэтому появляются крупинки Если вы используете обычный ванильный сахар, таких крупинок, конечно, не будет Но вот ваниль при нагревании, она дает совершенно другой аромат Не такой, как ванилин И мне он очень нравится Друзья, уже само молоко получилось вкусное Я попробовала ароматное, такой вот крем-брюле настоящий Добавляем сюда, когда уже полностью карамель растворится 50 граммов сухого молока В прошлый раз спрашивали, для чего сухое молоко Так мы повышаем жирность вот этого молока, которое уже у нас есть Мешаем, чтобы все вот комочки вот эти разошлись В отдельную чашечку наливаем 60 миллилитров молока И хорошенько размешиваем с одной столовой ложкой крахмала Молоко должно быть холодное Если вы добавите крахмал в горячее молоко, он, конечно же, сразу превратится в кисель Да, к тому же, будет еще комочком Постоянно помешивая, добавляем крахмал в наше крем-брюлешное молоко Ждем, пока масса загустеет И охлаждаем Специально для тех, у кого прям паника по отношению к крахмалу Друзья, одна столовая ложка на 8 порций ничего с вашим здоровьем не сделает Это обычный крахмал природного происхождения Обычная картошка, по сути, вы ее едите больше по жизни, чем вот одна столовая ложка Сегодня, как и прошлый раз, я воспользуюсь силиконовой формой Специально для вас, друзья, купила на Wildberries еще одну форму Теперь вот такую 2, 4, 6, 8 мороженых мы сегодня приготовим из стакана молока Формы изумительные Силикон вообще, это вот, мне кажется, идеален для мороженого Для тех, кто спрашивал, а вопросов было много Я беру компанию Кичиман на Wildberries Ссылка будет внизу в комментариях Пожалуйста, пользуйтесь, идите и покупайте Форму не надо ничем смазывать Ничего с ней делать не нужно Берете обычные Вот видите, она еще новая Обычные палочки Можно попросить в магазине или в киосках для мороженого С удовольствием народ поделится А какое получается мороженое, прям игрушечное Детям очень нравится Для удобства я переливаю мороженое в кондитерский мешок Ну, конечно же, не заморачиваясь, можно все это дело и ложками разложить Тем более в формах это делать можно гораздо аккуратнее Ничего не будет вываливаться И даже если вы где-то прольете капельку, с силикона ее проще всего убрать Летом в таких формочках удобно делать мороженое А зимой хочу попробовать пироженки Пока в голову приходят только муссовые Или даже сделать по рецепту пирожных печенье-мадлен Вот так вот испечь Мне кажется, тоже будет интересно Можно использовать потом в шоколаде Сделать Но если у вас есть какие-то идеи, с удовольствием прям послушаю Еще мне нравятся эти формы тем, что размер Такой вот оптимальный В любую морозилку можно поставить Формы прочные, я думаю, прослужат очень долго Такие универсальные Если вы не видели предыдущие формы, которые заказывала тоже в магазинке Но только я это делала еще по весне А вы можете пройти, ссылка будет внизу в описании И посмотреть Друзья, посмотрите, у меня еще осталась основа для мороженого Сейчас достану еще другие формы Ну вот, друзья, я думала, что у меня получится 8 порций Формы-то новые, но получилось даже 10 Поэтому крахмала в каждой порции даже меньше, чем в половине одной картофелины Можно есть смело Отправляю в холодильник, в морозилку часов на 6-8 Ну вот, кстати, я использую доску такую, чтобы было удобнее переносить Надо было даже сразу, когда еще выкладывала мороженое Несмотря на то, что формы вот плотные Ну, а вот эта вот она подлиннее Ее, конечно, одной не сподручная укладывать Сразу кладем на доску и переносим в морозилку Мороженое уже застыло и выглядит потрясающе Его можно оставить и так Но мне хочется сделать это все-таки из кимона палочки Посмотрите, какое красивое Поэтому займемся глазурью Но сначала достанем все мороженое Как видите, делается это на раз В формочке очень удобная вещь Рекомендую настоятельно Глазурь у нас будет самая шоколадная Для нее я взяла две плитки шоколада И буду сейчас растапливать на водяной бане Шоколад растапливаем И добавляем кусочек сливочного масла Чтобы глазурь стала более жидкой Но можно этого не добавлять, если у вас получилась не густая масса А дальше все просто Берем мороженку и в глазурь ее Стряхиваем лишнее Мороженое очень холодное И быстро глазурь застынет Чуть-чуть подождать нужно Когда станет вот такой матовой Значит, можно будет опустить на тарелку Зовите домашних, пусть поддержат В прошлом видео кто-то из комментаторов написал Что я не показала срез Потому что оно там очень такое вот кристаллическое Друзья, ничего подобного Как видите, мороженое подтаявшее внутри Благодаря тому, что мы окунали его в теплую глазурь Но оно и так замечательное Но на самом деле иногда кристаллики маленькие очень встречаются Это нормально, ничего страшного в этом нет Действительно, мороженое не сливочное, а больше молочное Менее вкусным оно от этого не стало Угощайтесь, друзья, и приходите к нам в гости завтра Я вас обязательно чем-нибудь вкусным накормлю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!